итак ребят всем привет сегодня я организовывал небольшой коп ребят пока не подъехали двое не могут к сожалению но начну я пока один хожу я вот под такой вот местности здесь у меня были хорошие монеты и вот знаете выпал у меня вот такой монитор сик большого в принципе размера и это у нас их это у нас монета советская ленин 1 рубль ленин с протянутой рукой ну ладно задел есть практически 2 2 сигнал которая выкопал и монета надеюсь и впредь мне повезет ладно продолжаем смотрим итак у меня очередной сигнал и очередная находка и выпал такой бубенчик вот принципе сохранчик впервые такое вижу откол он только с одной стороны четвертая часть а так хорошая находочка очень хорошая интересно то что вторая часть внутри находится вот такая штучка забираем итак у меня сигнальчик был и вытащил я вот такую вот убитую на ней рисунок еще остался в принципе подъела хотя может изначально это сигналов не очень но мы не отчаиваемся это место царскими монетами так что царьки будут итак выпала у меня монетка но монетку насколько маленькая что ее даже было тяжело увидеть когда выкопал монетку у нас судя по размеру копеечка сейчас посмотрим хотя год не увидим наверное копеечка пока цена и по гербу видно пролетариат и ранее вот 28 1928 года такая у нас копеечка ладно ладно и так был сигнал хороший в принципе лопату достал пнул и пропал сигнал не мог понять куда сигнал пропал оказывается он отлетел вот сюда вот и это у нас и стачок советский пятачок я его лопатой хорошо заехал ничего страшного пятачок отстойный 1961 года вот такой вот пятачок ладно продолжаем и ямки это ямка в принципе этого года сигналчик был вот финны его бой сама рейсер видел его вот а пин не мог определить он был в камушке вот он камушек сухой вот слепочек даже остался вот камушек примерно такого размера был пин его не видел вот и при помощи детектора я все-таки выцепил этот камушек и выпала такая монета одна копеечка советская 1969 года то есть это вот из той ямки кто-то ее раскопал но монету не нашел ладно продолжаем очередная находка и это у нас и снова это у нас советик снова советик 15 копеек 1961 года сегодня у меня день советов продолжаем так ребят приехал я на одно место где я в том году подымал петровскую чешую и думал заеду посмотрю что здесь время к сожалению уже третий час прождал я ребят понадеялся на них стас фартовый не смог приехать а костян должен был прыгать ему на хвост но к сожалению благодаря стасу не получился у нас сегодня выезд освободился он поздно так что я тоже продождал его и в общем вот так и получилось не получил совместный коп да и здесь тоже вот я приехал на место мне нужно куда он дальше проехать вот там у нас нет на дороге не получится проехать придется здесь где снежок подтаял в этом леску пройтись немножко минут 10-15 посмотрим на результаты и съездим другое место я сейчас мимо проезжал мимо него и там у нас подтаяла вот так что там деревня была раньше на картах она я принципе обозначена вот все места которые обозначены на карте уже естественно кожаные том году я там нашел пару царских монет ну кое-что у нас там прогнала может как-нибудь я вам расскажу об этом даже самому жутковато об этом говорить но все же может быть когда тем или речь зайдет об этом я вам расскажу про эту историю вот а сейчас я от чаек хлебну или курю и пройдемся здесь вот немножко по леску надеюсь клещи еще не проснулись кстати насчет клещей будьте аккуратнее сегодня я немножко прикупил для копа костюм специальный ну об этом тоже как нибудь следующем видео когда я переоденусь ну в общем принципе вот и все смотрим и так не отходя от машины думал камеру с собой не брать думал находок не будет вот и был у меня сигнальчик и выпал у меня вот так вот монетка монетку у нас одна копеечка 1961 ничего особенного монеты как монета но здесь у меня еще один сигнал такой аналогичный а нет это он и был ладно смотрим очередная находка это у нас болен я думал монета а это оказывается у нас колесик наверно от керосинки или шестеренка часов ну ладно диза ну чё ж поделать из этого никуда продолжаем иду я вот такими вот путями мы к пол там сигнал был здесь сигнал было две копеечки и следующий через два метра посмотрите такая штука страшилище и выпала у меня монетка монетка сейчас мы это здесь найти не могу сейчас посмотрим вот на монета судя по всему это совет некий да не разобрать монета судя по размеру это 15 копеек до 15 копеек квадрате вот я сказать наверное не смогу хотя оттирается что-то так смотрим год последний проглядывается двоечка возможно тогда 52 52 продолжаем швыряться здесь советики собирать ну ладно смотрим сигнал и находка из находок выпала вот такая вот пуговка пуговка у нас среднего размера с якорем морфлот продолжаем и так ребят приехал я на одно место оно тут я не знаю что здесь произошло последний раз здесь был такого ужаса здесь не было тут вообще полная задница я не знаю как будто здесь была атомная война яма на яме шурф на шурфе страх да и только ну ладно все равно я вот это место один из подписчиков моих а также владелец канала говорит саня про афишируй прорекламируй на своем канале его шурфе егошний канал вот что я могу сказать канал у него только развивается подписчики набираются но не так хотелось быстро как происходит вот он попросил сан сделай небольшую рекламку ну что я хочу сказать парень копает очень много находки у него в принципе неплохие много информации у него которая полезна вот ссылка будет внизу под видео так что Андрей твою просьбу я сделал вот вот будем копать как он называет помойка помойка и действительно местные жители из нее сделали помойку раньше здесь почище было это раз во вторых такого ужаса который я наблюдаю сейчас такого вообще не было буквально я не знаю в том году здесь начали шурфы вот вот и за год да и я вот все что здесь творится спиной и впереди меня страх мне прям такая картина не никуда больше не поедем так что пожелайте мне удачно и так очевидной сигнал вот сигнал у нас как вы видите монета монета советская 15 копеек тысяча девятьсот шестьдесят пятьдесят второго года это получается у меня вторая монета пятьдесят второго года она не очищалась совсем это хорошо очистилась вот такая вот монетка у нас ну ладно и так был у меня сигнальчик и выпал у меня шмурдячок ну шмурдячок я с такой вот снимаю красивый шмурдяк а что тут была накладка вот такая красивая накладочка я все таки решил ее заснять не знаю что от чего это но весьма симпатично ладно продолжаем и так наконец-то у меня что-то стоящее выпало сначала думал кусок железа с другой стороны можно определить что это обычный кусок железа но когда я взял в руки и стал чистить и перевернул оказывается это женский браслет женский браслет с камушком вот такая вот вещица симпатичная выпал у меня зачет хорошая действительно вещица ладно продолжаем и так решил я подойти к машине немного отдохнуть чаек попить ну и выложить свой шмурдячок в машине подхожу постоянно выкладывать потому что в принципе есть но шмурдячные тяжелые неудобно таскать и вот шмурдячок у меня пополняется как говорится какое место такие находки ковыряемся мы в помойке мусора здесь становится все больше и больше копать остается все меньше и меньше потому что хорош находки выкапывает забирает с собой вот и шмурдячок у меня вот такого сегодня плана много я чего не снимал и получается вот так вот у меня шмурдячок вот на этом вот я сначала неизвестно но это наверное оплаваш наверное от крышки часов потому что здесь что-то где подзаводка часов была вот и видно силуэт силуэт орла возможно это оплаваш от серебряных часов по весу наверное как весит как свинец но это не свинец у нас это есть самая такая вот вещь ну вот с такого вот покольчика я почистил оказывается там еще у нас оказался шарик вот нашел остальные части от бубенчика вот они две части может по возможности я как-нибудь ее скреплю при помощи холодной сварки так сейчас еще чаек попью и может часок полтора прогуляюсь вон в той вон области там у меня находки были так что пройдемся с новым прибором можно подırтом нему мória вот здесь вот такая вот ямка интересная интересна тем что выпала вот такая ткани нка но эта тканины выпала у меня после нескольких сигналов вот решил за снять если бы не тканина вы бы не увидели что в этой яме поднял нескли threshold вот также тихими интересная Очень похожа на блесну Но она Из меди Или латунь Потому что звенит так Но это ладно Для блесны она очень большая Затем вот такую фигню поднял Желтый материал Видно, это значит латунь Имеются надписи 2B звездочка 6 А звездочка Д звездочка Затем гильза Вот такая вот гильза И вот такая Теговина Похожа на конину И все вот эти вот 5 находок В одной ямке Довольно таки интересная Результат одной ямки Копаю я вот На обрыве Вот такой вот речки Вот речка сейчас у нас В принципе глубокая Но летом она практически Высыхает И маленький ручеек остается Можно перейти свободно Пешочком даже на машине проехать Ладно, сейчас посмотрим Сигналы в этой ямке Еще у нас присутствуют Посмотрим, что у нас еще Выпадет здесь Ну, по-видимому Здесь около речки Стояли бани Потому что Видно вот красный кирпич Немного обожженный Значит печь была Ну а так Посмотрим Продолжаем Вхожу я вдоль забора Вот Мимо такого заброшенного Дома Был сигнальчик Вот у нас сигнальчик Это у нас советик Две копеечки Судя по размеру Да, это две копейки 1949 года Сохранчик Просто Замечательный Ни одной язвочки Ни одной царапины Пойдет Забираем Сейчас должны ребята Подъехать Звонили Так что ждем И с ними потом Покатим в другую деревню Где у нас Хорошие находки были Вот Ну на этот раз Мы поедем В эту же деревню Но на другое место Немножко нужно Исследовать Пока травка Легла Так что надо проверить Ну ладно Смотрим Ждем Итак Был сигнальчик В прозапрошлой Ямке Вот И у меня Выпал сигнальчик Сигнальчик Вот такой вот Крестик Ох Какой крестик У меня Таких нет У меня Таких крестиков Нет Зачетная находка Тем что Такой у меня Крестик Впервые Нет у меня Таких Зачетная находочка Просто классная Ладно Продолжаем Две подряд Находки В старых ямках Видно Теряют сигнал И снова Закапывают Или просто бросают Ямку раскопанную Но эта ямка Была закопана Ладно Продолжаем Ходить По этой Помойке Сигналы Есть Но Не то что Хочется Но Пойдет Продолжаем Так Буду я сегодня Заканчивать Сегодняшний коп Коп у нас Прошел Не так Как хотелось Планировали Выехать Совместный коп Сделать И Отправиться В старую деревню За Старинными Царскими монетами Но К сожалению Я до обеда Практически Прождал К сожалению Позвонили Сказали Не могут Вот Задержали Их там Ну Что я вам Хочу сказать Сделаю Заключение Сегодняшнем Копе Работала Сегодня Макро Рейсер Вот В принципе Неплохо По находкам Я бы не сказал Что сегодня Супер день Сегодня День советов Вот По находкам У меня Из шмурдяка Вот такие Вот Цветные металлы Вот Гильзы Интересные Я ее взял Потому что У меня Такой надписи Нету Пуговки Большая Пуговица Вот такая Вот Выпала Вот Пуговка Лысая Обычная И Пуговка Морячка Канины Сегодня Я накопал В принципе Предостаточно Вот Все такое Даже Вот такой Боеприпас Поднял Мелкашка Шмурдячная Такая Вещица Пуговка Гирька Вот От такого Вот Часть Колокольчика Вот Такой Колокольчик Раскол Но Все Запчасти Я выкопал В общем Она Целая Даже На месте У нас Имеется Сам Кругляшочек Который Издает Звон Так По монетам Как говорится В народе Укопателей Какую первую монету Подымешь Так оно И будет Сегодня Я поднял Первую монету Это Вот Такой Рубль Рубль Ленин С протянутой Рукой И Потом У меня Пошли Одни Советы 5 копеек 61 15 46 2 49 15 Не знаю 52 Копеечка 69 15 Копеек 69 15 Копеек 52 28 Копеечка Это Самое Древнее Что У меня Сегодня Из Монет 61 И 2 Ходячки Поднял Я Вот Такой Еще Обломок Счетного Жетона Это У нас Маниста И Единственное Что Мне понравилось Сегодняшним Копе Из находок Это Вот Такой Женский Женский Браслет С Камушком И Вот Такой Крестик Таких Крестиков У меня Еще Нет Такой Формы Ну Зачетная Находка Ну Что Вот Так Вот У меня Прошел Сегодняшний День Выловил Я Сегодняшнее Еще Клеща Так Что У нас Уже Клещи Будьте Осторожны Клещ Очень Жирный Был Здоровый Я Аж Прям Испугался Такая Здоровая Хрень Ползла Мне По Руке Вот И Моя Рекомендация Одевайте На коп Одежду Из Брезента Вот Она Хорошо Лапки Клеща Проскальзывает И они В принципе Не могут Куда Надо Пробраться И после Копа Обязательно Смотрите Чтобы Во всякие Впадины Складки На теле Они не Залезли Ну Все Закончил Сегодня Коп Всем пока Удачи И находок Побольше Не как У меня Сегодня Один Шмурдяк Удачи Так Ну А давайте К самому Интересному Перейдем Сравнить Не с чем Вот Жаль 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 К батареи Реагирует Через Все Это Сейчас Я Тогда Сделаю Все На воздушность Повыше Сделаю Сделаю Продолжение следует...